Я попала. Так медленно едем. На пути у меня трактор нашего местного фермера. Только что Никиту отвезла в школу и возвращаюсь через Рисовые поля. Кто-то еще гирлянды включает. Молодцы тоже. О, наконец-то проехали Рисовые поля. Такая тряска, взаимотрясение прям. Так, я поняла, что я не вижу нашего котика. Наверху его нет. Пойду посмотрю, где он там внизу, наверное. Спит где-то. Точно. Том, Томик, Томас, ты решил в коробке поспать, да? Это та коробка, что он вчера порвал. Так я ее еще не выбросила. Тебе нравится коробка, да? Я думала, где ты пропал? Где ты пропал, да? Сейчас мы с тобой будем подметать здесь внизу. А нет, сначала елку уберем, да? Уберем. Поможешь мне елку убрать, да? Вот, я несу коробку от елки. А он все сидит. Сейчас, сейчас мы с тобой уберем тут все. Убрала верхушку, и у нас Том вместо верхушки. Эй! Эй! Ты вместо верхушки? Да? Ты вместо звезды? Тебе помочь вылезть, или ты сам слезешь, а? Том? Томас? Томас? Она слазит сам, молодец, молодец. Скалолаз. Ну куда ты, куда ты лезешь? Смотрите, скалолаз. Там же нет веток уже. Нет, он все равно на елку, на елку, на елку. Понравилось, понравилось ему. О, что будет на следующий год, не знаю. Ой, какая жизнь фиговая. Томас, Томас. Идем бурочек кушать. Время обеда. Кстати, он вчера кушал бурочек, представляете? Наш мужик. А вот и я, мои хорошие. Всем огромный пламя итальянский. Чао. Сделала музыку потише. О, наконец-то согрелась. Я дома так задубела, вроде как тепло одеваюсь дома. Но вот что-то так холодно. Вот смотрите, солнце у нас вышло. Наконец-то, хоть немножко прогреется воздух. А когда солнца нет, прям такая сырость ужасная. Я вот сколько раз говорю итальянцам, даже давно уже, когда Никита был маленький, они говорят, типа, как, ой, плюс пять, типа, как холодно. Я говорю, конечно, холодно. Я говорю, как я им там говорила, я уж не помню, сейчас я вспомню. А я им говорила, я говорю, да, вообще ужасно холодно, прям до костей пробирает эта сырость. Я говорю, по мне лучше было бы минус десять, и то не так холодно. Они, как, минус десять, это же вообще сильно холодно. Они не понимают, что когда минусовая погода, нет такой сырости, как при плюс три или плюс пять. Вот именно когда вот туман такой, прям сырость до костей. Я говорю, даже вот я сейчас пришла в китайское кафе, взяла Никите эту пьедину кебаб, лепешку кебаб на обед, потому что он не хочет, не захочет снова борщ есть. И там турки тоже, ой, как холодно, ой, как холодно, типа, конечно, холодно. Я говорю, наконец-то хоть солнце вышло немножко. Ай, к чему я говорила, что я говорю? Смотрите, молодежь, щиколотки голые, что... А, нет, это две девушки. Смотрите, ну как им не холодно, вот все вот, что за мода такая, дебя? Дай бог, чтобы они, конечно, этим не гробили свое здоровье. Вот я лично помню, вот я была молодая, да, я тоже, мне тоже хотелось, как говорится, выглядеть немножко секси, потому что молодость, елки-палки. И зима, холодно, даже там у нас было, помню, минус пять, там туда-сюда. Я ходила в короткой юбке, но обязательно я одевала. Мне раньше были, вот знаете, какие колготки были, такие вот коричневого цвета, помню, как вязаны такие, как старушки такие колготки были. Вот, и были, пошли, уже начали продавать капроновые колготки. Я одевала по две пары капроновых колготок, типа мне так теплее. И все равно я в полусапожках, щиколотки закрыты, вот так вот ехать, и полушубки, главное. Вот, ну хотя бы ноги были закрыты, потому что под полуботинки, там еще и носки были, носочки. Вот, хоть ноги были закрыты. Берегла, как говорится, свои ноги, потому что я лично, вот даже когда я была молодая, мне уже тогда было холодно. Как им местной молодежи не холодно, я не представляю. Или они уже такие закаленные, может они с детства, их родители так одевают по-модному, вот щиколотки голые, что они такие закаленные. Никита у меня не ходит с оголенными щиколотками, я заметила. Он нормально относится, как говорится, к тому, чтобы закрывать. В общем, он еще не до такой степени гонится за модой, что прямо ходить с голыми ногами. Хотя он любит уже, смотрю, начал уже, нравится ему красиво одеваться, круто там, то есть, да, чтобы не какая-то там куртка дешевая была, а именно, чтобы хорошая такая куртка, в общем, тяжелая, конкретная. Вот, ну ладно, мода, мода. Смотрю, сейчас все молодые именно с голыми щиколотками. Закаляются, закаляются. Прожорливых. Хотела спросить, потому что я забыла вчера спросить у ветеринара. Где только не читаю в интернете, хочу прочесть эту информацию. Нигде пока не нашла эту информацию, сколько раз в день вообще можно кормить котят. Вот, если кто знает, скажите, сколько раз в день можно кормить котят. Потому что мы даем ему утром хорошую порцию. Он, конечно, не доедает, но он потом потихонечку ест, 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 ест. И в течение дня он давно уже съедает, и он снова хочет. Вот, даем утром, даем вечером. Ну, такие перекусы бывают, что когда мы что-то едим, подбрасываем ему. Вот, а вообще сколько раз в день его надо кормить. Потому что пишут на сайтах только, поскольку грамм в день. Вот, и все, поскольку грамм в день. Рину вчера нашел какую-то информацию, что в зависимости от веса, и, в общем, мы так посмотрели на его вес, потому что ветеринар его вчера взвесил, она сказала, 2 килограмма, около 2 килограммов. Это значит, если 2 килограмма, ему только 100 грамм в день положено. Это вообще мало, потому что у нас продают еду специально, вот такую, вот такая вот квадратненькая, вот такая вот, короче, вот такая квадратненькая, одна такая порция, уже 100 грамм. Это получается ему на день, и это ему вообще не хватит, потому что он до вечера ее давно съест, и он вечером голодный будет, и потом ночью будет орать нам. Ходит, ну не орать, а он по нам ходит, бур-бур-бур-бур-бур-бур просит. Сегодня, кстати, тоже ночью я сходила в туалет, и он проснулся, и пошел сначала к Никите, потом вернулся, и залез к нам на кровать, и хотел ко мне, вот сюда поближе, поближе к лицу, я его взяла, переставила в ноги, и он даже не сопротивлялся, он даже потом не ходил к нам туда наверх, где подушки. Все, потому что Ярину сказала, надо его отучивать, чтобы он не лез к нам к лицу, не ходил по головам, по подушкам, по ночам, вот, пока мы спим. Пусть там в ногах спит, по ногам ходит, и все. В общем, так мы теперь делаем. И ничего, нормально, вот я его туда поставила в ноги, и он там так и лег, так и спал парень. Хороший, вообще, мне понравился котенок, действительно, он, бедать, умненький, такой хорошенький, и игривый такой. Кадай. А, си-си, на, Тима. Сейчас переставлю. Должна женщина выйти, выехать, а я тут встала поперек, потом жду Никиту. Так, поменяла очки. Сейчас пока есть у меня еще время, немножко посмотрю какое-то видео одно, что делал, пока в машине сижу. Вот глупая. Нет, надо обязательно с собой брать или клейментины, или яблоки, или банан, чтобы хотя бы в машине перекусывать. Мне нравится в машине перекусывать, дома как-то забывается. А в машине всегда хочется почему-то. Не могут начать, либо бросил, и снова хочет вернуться. Кстати, я всегда говорю, что одно дело еще... У нас супер, как погода поменялась. Не то, что погода поменялась, туман ушел. Потому что на сегодня снова обещали туман целый день, вот как вчера было. И сегодня, как прояснилась, погода, аж Альпы видны. Вот это, Альпийские горы, самая высокая гора Роза. Сколько там много снега. Птицы летают. А воздух, кстати, холодновато. Кстати, сейчас, наверное, плюс один, плюс два максимум. Холодно. Пар сорта такой. Но зато солнце, наконец-то. Куда идешь, товарищи? Наверх или со мной будешь? Так, поужинали сейчас? Что хотела показать. У меня сегодня пришло очень интересное письмо. Насчет того, чтобы... Ну, два даже письма. В одном конверте. Первое письмо это насчет... А где тут? А, я там оставила. В общем, первый листок насчет того, насчет моей карты День Тита, потому что у меня уже в марте заканчивается срок годности моей карты День Тита. И сейчас, с восемнадцатого года, выпустили новый образец. Ну, карты День Тита, это как бы... Ой, как это? Как это называется? Сейчас. Сейчас вспомню. Это удостоверение личности. Карта День Тита, это удостоверение личности. И, в общем, у меня срок годности заканчивается. Они мне прислали письмо, что надо запросить по сайту, взять опундамент, назначить, какой день ты придешь, во сколько, принести старый документ, принести фотографию. И там 22 евро стоит вот этот новый документ. Но это ерунда, короче. А, кстати, у моего Никиты тоже карты День Тита уже срок годности прошел, когда у него было день рождения в ноябре. Вот, поэтому мы решили подождать, потому что я знала, что мне скоро делать. Думаю, сделаю сразу ему, и себе, и ему. Вот. И в это же письмо мне пришла вот такая вот штукенция. Видите? Вот. Я думаю, что за сердце такое? А это оказывается, чтобы, как говорится, дарить свои органы, если с человеком что-то случится, например, что он может как бы, ну как это, не дарить, донары, донары, жертвовать, жертвовать свои органы в случае внезапной смерти. Вот. Ну там сердце, почки, в общем, печень, ну вот, ну и что-то такое еще там, не помню что. И вот люди вот тут все описывают, видите, что, зачем, какие вопросы самые главные интересующиеся. И вот все тут пишут. Мне так интересно стало вообще. И первый раз, вот я такое письмо получила, первый раз именно я с этим столкнулась. Я, конечно, знала, я видела фильмы и документальные, и художественные насчет того, что когда человек, с человеком что-то случалось, и вот он мог пожертвовать свои органы, и, как говорится, это хороший отделок, потому что спасает жизнь многим людям. И вот тут мне пришло это письмо, и я еще думала над этим, какие молодцы, вот пишут вот такое, вот это, как говорится, жертвуют все равно, они умерли, как говорится, им это не надо, вот. Им это не надо. И вот я тоже бы хотела, чтобы мои органы кому-то понадобились для спасения чьей-то жизни. Но когда я получила это письмо, мне так стало интересно вот подать заявку, и вот, знаете, у меня какой-то страх даже появился. Не то, что интерес, а у меня появился даже страх, не дай бог, мне не буду говорить ничего. Какой-то появился страх, что писать именно вот этот документ, подать заявку на... По-моему, там код ко мне живет, это у меня посудомощная машина, видать, там внутри что-то. Вот. И в общем, не знаю, что-то вот какое-то, что-то отталкивает меня от этого, чтобы писать, не писать. Вот я хотела бы вас спросить, вот как вы относитесь к тому, чтобы жертвовать свои органы, чтобы вы подали заявку, например, вы бы подали заявку такую, именно на... чтобы пожертвовать органы, если в случае Паши внезапной смерти, видите, коммуна Диновара, вот они мне прислали это письмо. А, они выслали письмо 7 января, представляете, два дня, сегодня 9, да, сегодня 9, два дня шло письмо из Навары в Навару, представляете? Ну и такое бывает, конечно. Ну в общем, в общем, хотела вас спросить насчёт этого, как вы относитесь к тому, вот вы бы, например, подпадали бы вы заявку на, как говорится, на жертвование ваших органов в случае вашей внезапной смерти или нет. Вот мне хотелось бы узнать, вот что и другие люди об этом думают. Ну всё, мои хорошие, у меня только что отожнули, у меня борщ ещё чуть-чуть меньше половины остался, представляете, такой чугунок большой остывает. Я обычно когда себе только грею, я то самое грею немножко буквально на тарелку, а Арину целую кастрюлю взял, согрел. Вот, представляете, мой муж итальянец, он второй, как говорится, вечер подряд ел борщ. Вот так вот, раньше он второй день борщ не ел, представляете, а сейчас вот поел. Говорит, вкусный. Ну хорошо, ну слава Богу, Никита как-то пораду уже не хотел. Ну посмотрим, может он завтра ещё поест, а я зато с удовольствием пообеду. И сегодня я, кстати, не обедала борщом, я другое ела, а вот решила борщ на ужин лучше оставлять, чтобы что-то полегче, потому что я и так раскабанела за эти праздники, вот, не то, что за праздники, а вот как я начала работать, я просто пристала ходить в спортивный клуб, ну вот, и эти праздники, всякие сладости, вот вчера тоже подруга мне прислала конфеты шоколадные, эти птичьи молоко, блин. Ну как тут худеть, ёлки-палки? Ну ничего, похудею, я худею, вот так надо говорить. Всё, мои хорошие, при завтра, до новых встреч, всего вам хорошего, тя-ча-ча. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok